В 2018-м в Забайкале произошло 659 лесных пожаров. Этот показатель ниже многолетних значений. Почти в полтора раза уменьшилась и площадь территорий, пройденных огнем. Как отметили на совещании, итоги эти весьма положительные. Между тем, уроки прошлых лет забывать нельзя. Финансирование противопожарных мероприятий для нашего региона в 2019-м увеличат на 67 миллионов. Таким образом, общая сумма субвенций с федерального центра составит чуть больше 1 миллиарда рублей. Сегодня главная задача для всех служб ведомств Забайкале, Иркутской области и Республики Бурятия, представители которых участвовали в совещании, это эффективная защита от огненной стихии людей, населенных пунктов и природных территорий. Федеральный центр готов, в свою очередь, поддержать сибирские регионы, в том числе Забайкале. Специалисты авиалесоохраны смогут приехать в наш край в любое время. Также за 6 лет регион получит больше 200 единиц спецтехники. Кроме того, в Забайкале увеличились объемы авиамониторинга. Вместе с тем отмечается низкий процент обнаружения термоточек – всего 28%. А ведь весной их будет много, а первыми гореть начнут земли сельхозназначения. Поэтому была поставлена задача – круглогодично заниматься профилактической работой с населением. 60% наших пожаров – это действия, неосторожные обращения с огнем, какие-то иные действия населения, которые приводят к пожарам. Сегодня каждый должен понимать, что любое обращение с пожаром, сжигание мусора где-то на окраине, поджиг травы для того, чтобы очистить для сельскохозяйственных работ земельный участок – это на самом деле не безобидные действия. Это очень большой риск и, как правило, как мы видим по практике, это большой нанесенный ущерб. В целом у нас при этом положительная тенденция. В 2018 году 62% пожаров были потушены в первые сутки, здесь на 20% у нас этот показатель улучшился. В 2,5 раза снизился объем ущерба, уменьшился до 54 миллионов рублей. Но эту тенденцию надо наращивать. Другая важная тема – лесовосстановление. В Забайкале разработана двугодичная программа в этой сфере. Сибирским регионам поручили также выработать порядок и рекомендации по сбору валежника. Очень важно было сегодня поговорить о том, как прошел пожароопасный период этого года. В Забайкальском крае он уже завершен. Мы фиксируем, в принципе, оплённую динамику, но фиксируем оплённые проблемы, которые могут стать очень сложными, если о них сейчас не позаботятся уже в начале 2019 года. Мы наблюдаем накопление травянистой растительности. Это горючий материал для весенних пожаров будущего года, которые являются очень опасными. Мы сегодня поговорили о том, как предотвратить такие возможные негативные последствия, как защитить людей, населённые пункты. Будем делать совместный план профилактических мероприятий. По данным начальника департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Владимира Гришина, на 30 октября пожароопасный сезон закрыт в семи субъектах, в том числе в 11 районах Забайкалия. Но впереди весна. И она, как неоднократно подчёркивалась, будет сложной. Полина Харченко, Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенигин. Время новостей.